Телерадиоканал 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 Если честно, у меня Необычно сложилась ситуация Я пришла в проект Три аккорда И я была на тот момент Самой неизвестной артисткой Из всех участников Кто был в нашем сезоне Потому что На одной сцене я соревновалась С Александром Маршалом С Ириной Дубцовой С Аленой Апиной То есть это такие личности, которые знает вся страна, и они уже стойко закрепились на нашей эстраде много лет назад. И я пришла после проекта «Голос», так как, собственно, я ни с кем не была знакома, я скромно ходила, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Ну у тебя был какой-то мандраж от того, что ты еще молодая артистка, еще не очень известная? Круга знают участники, ну это такая прям тусовка у них своя, они вот там что-то шутят, и актеры, и Мир Курбанов, и Игоря Анна Ардова, ну то есть все так весело, а я как бы такой скромный человек, и не полезу знакомиться, да, или как-то, и вот как-то я так, здравствуйте, 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 здравствуйте. И тут происходит такое, мне дают песни, это очень разные песни, разные номера совершенно, то есть там где-то я продавщица арбузов, где-то снежная королева, где-то гейша в кимоно настоящем. И постепенно так проходили удачно выступления, что так мне стали все так присматриваться, уже подходить, там что-то знакомиться, шутить, и жюри приняли меня так тепло, на самом деле, практически я не могу вспомнить, чтобы мне сказали что-то плохое. Потому что было такое, что и Ирина Александровна Аллегрова плакала, и Новиков говорил всегда только хорошее, и Александр Яковлевич Розенбаум. Что не всегда с ним бывает, мягко говоря. Да, он же довольно-таки строгий член жюри. Вот я о чем и говорил, да. И впоследствии, если честно, так получилось, что и с Михаилом Захаровичем Шапутинским мы спели дуэтом, и с Розенбаумом тоже спели дуэтом, и с Любовью Успенской мы тоже спели дуэтом. Ну то есть получается для тебя эта история была абсолютно такой удачной, положительной и хорошей в целом, без каких-то минусов. Я очень довольна, что вообще эта история со мной произошла, этот проект «Реаккорды», потому что это, конечно, колоссальный опыт для меня, не имеющий актерского опыта ранее. А все-таки, когда ставят номера, такие маленькие номера из мюзиклов, да, вот эти вот сценки, мне приходилось перевоплощаться. Это было интересно, необычно, и я поняла, что у меня это получается. Настя, давай мы об этом еще, поскольку тема не до конца, мы все договорили, давай мы продолжим ее, да? Да, у нас сейчас небольшой перерыв, мы просто послушаем песню, это будет песня «Шепотом» Сергея Лазарева, и после этого мы вернемся в студию, друзья, и будем снова разговаривать. Доброе утро. Это телерадиоканал. Странно. Один на всю страну. Допустим, такая ситуация получается, как бы шепотом надо говорить, не очень, но когда рядом с тобой человек с таким голосом находится рядом, ну как можно говорить шепотом? Анастасия Спиридона у нас сегодня в гостях. Настя, доброе утро еще раз. Доброе утро. Мы начали про проект «Три аккорда» с тобой говорить, предлагая эту тему все-таки довести до финальной. Знаешь, о чем хотел спросить? Вот для тебя, как для музыканта, как для певицы, как для артиста, что легче? Новый материал делать, который еще никем не исполнялся, и ты выстраиваешь какую-то свою личную историю. Либо, как в проекте «Три аккорда», ты берешь уже известную песню, где уже есть какой-то образ такой, да, но собирательный он все равно существует, да, потому что все эти песни, они такие, ну они практически все культовые, все известные. Ну конечно, да. Вот для тебя, как для артиста, я понимаю, что это совершенно разные вещи, да? Да, мне очень интересно, вот именно, но это проектная история. Понятно, что в обычной жизни, только если сделать официальный кавер, да, как, например, Кэти Топури спела так же, как все. Наверное, вот в такой истории со мной не случалось. Перепевки, грубо говоря, они были со мной только в проектах происходили, как «Три аккорда», «Голос». И это интересно, потому что есть такой момент творчества, показать по-другому песню, по-другому ее саранжировать, и возможно преподать какой-то новый смысл. Потому что, там, например, я спела песню «Вьюга» в трех аккордах Григория Лепса, и многие писали, что «Вау, я никогда не думала, что эту песню может спеть девушка, и что она будет, и она обретает совсем другой смысл». Поэтому это такой прям прикольный творческий процесс, тем более, что это сопровождается вот этой всей сценографией, да, когда и декорацией, и какой-то образ под песню делать социально. Но, конечно же, когда ты делаешь свою песню, это совсем другое творчество, это уже, как, так сказать, свое «я», хотя бывает, что ты делаешь, например, близко к манере, которую задумал автор, но все равно в процессе ты, я никогда не знаю, что получится в конце. Бывало со мной такое, что, например, продюсер решает, что нужно петь эту песню, она мне совсем не нравится, прям совсем, я пою ее, мне прям плохо. И ты, может быть, даже не понимаешь, как ее сделать вообще, да, правильно? Да, и мы, значит, что-то придумываем, аранжировку, начинаем записывать, и я начинаю в студии уже писать вот чистовую, и когда уже прописаны гитары, бараб, ну, то есть, и тут прям, вот сейчас, в этот момент, в студии рождается вообще другая песня, то есть, она мне не нравилась, но в процессе для меня доходит ее смысл. Когда ты поешь микрофон, и у тебя появляются интонации, какие-то призвуки, и песня вот рождается вот прямо здесь, сейчас, и со мной действительно такое было. У меня есть песня «Мы сжигаем себя», ее написала Джихан Палыева, и я не относилась так к ней серьезно. И в итоге, на данный момент, она — это одна из лучших моих песен, которая очень много была проэфирена на различных больших концертах государственного уровня, и на радио, на шансон поддержали ее. И, в общем-то, ничего не предвещало такого результата, потому что изначально как-то, в общем, она мне не казалась такой. А потом она для меня стала на какое-то время главной моей песней. И это удивительный процесс, потому что, может, тебе понравится песня, тебе присылает автор, ты начинаешь... Тебе нравится она безумно, но ты начинаешь ее делать, и она разваливается, потому что вот... И в итоге ты понимаешь, что это вообще не твое, несмотря на первое впечатление, да? Вот это самое интересное, что происходит при рождении песни. Вроде бы ты, как профессионал, должен знать результат, но, по идее, ты его не знаешь. Это удивительно. Ну вот это то самое волшебство, которое никто так вот и понять не может, в том числе и известные музыканты, артисты. Давай снова прервемся ненадолго у нас. А, у нас, кстати, совсем скоро, буквально после рекламы, будет твоя песня, называется «Прыжок в облака». Это как раз-таки одна из тех песен, которые мне прислал автор, и я влюбилась в нее сразу. Вот просто, еще не звука, я послушала ее один раз, принесла продюсерам, говорю, пожалуйста, давайте, давайте, давайте ее сделаем, она очень классная. Слушай, давай мы ее послушаем, посмотрим очень скоро, и клип, да, кстати, тоже, и потом о ней еще поговорим чуть позже. Это телерадиоканал! Странно, Ф1, нашу страну! Анастасия Синько-Резонова, которая и на экранах, и сегодня рядом с нами живем, Настя, доброе утро еще раз. Доброе утро. Слушай, мы начали, а, я напомню, друзья, если у вас для Насти есть вопросы, можете прямо сейчас их присылать. Ватсап, вайбер, плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь один восемьдесят девять и девять, как я уже говорил, в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост наверху, там в комментах тоже можете оставлять свои сообщения или задавать Насте вопросы. Мы же начали про эту песню говорить, и чуть-чуть не договорили, давай продолжим. Тебе ее показали, она тебе очень сильно с первого раза понравилась, да? Да, мне прислали, очень много приходит музыки на почту каждый день, и, как правило, скажу честно, ерунда полная, и иногда, ну, ты понимаешь, что ты уже как артист, находишься в какой-то рассылке, и тебе присылают много музыки не того жанра, в котором ты находишься, и прям совсем откровенно, там, для музыка, для дэнсинга. Слушай, ну, это история, когда вот с одной стороны двойственная, да, с одной стороны свободная, это всегда хорошо же, а с другой стороны это плохо, потому что все у нас писатели, актеры, певцы, композиторы, поэты, все практически. Ну, такое, что присылают, просто Анастасия, я написала эту песню, и, в общем, пожалуйста, я вам дарю ее бесплатно, и я включаю, а там девушка, акапельно, откровенно, в нетрезвом виде, напевает песню, заплетающе, влезая вот такими интонациями, и просто думаешь, ну, как, вот, и, но все равно, естественно, песни нужны, и артист всегда ищет хорошую песню, и я включаю, мы не знакомы, Владимир Волкомор, украинский автор, мы не были тогда знакомы, прислал, я послушала эту песню, и все, у меня первый раз такое, что вот именно с присланной, от автора, с которым я не знакома, я сошла с ума, пришла к продюсеру, пожалуйста, пожалуйста, и они пошли мне навстречу, и мы записали эту песню, очень, я знаю, что она полюбилась многим моим поклонникам, хотя на радиостанциях она у нас почему-то не пошла, поэтому идет такой некий процесс поиска того, что может, скажем так, как золотой середины, что будет в формате радиостанции, конечно же, артисту это нужно, да, чтобы его песни звучали, и что при этом будет нравиться поклонникам, это найти вот непросто. Слушай, ну вот ты сама заговорила о репертуаре, да, вот скажи, пожалуйста, дает ли какую-то гарантию для музыканта, ну, молодого или с опытом уже обращение к композитору и продюсеру, не будем перечислять фамилии, их у нас не так много, их все знают, да, конечно же, то есть, ну, грубо говоря, простыми словами, заплатить километр денег, и ты на 100% уверен, что твоя песня зайдет и на теле, и на радиоэфиры, и так далее, и прочее, или это тоже вот все равно как-то 50 на 50? Мне кажется, что дает ли гарантия потратить деньги на... Да, 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 да. Я придерживаюсь такого мнения, что не дает гарантия, и у меня есть знакомые артисты, которые вкладывали большие деньги в свои съемки клипов, продвижение, пиар, и даже ротировались эти песни на, например, музыкальных каналах клипы, да, и на радиостанциях песни, даже были номинации в каких-то премиях, но, к сожалению, выхлопа, как говорится, да, так в кавычках, не произошло. Слушай, ну я намекал, да, в вопросе на то, что... И это тоже вопрос, и такая штука, которую невозможно понять до конца, просчитать как-то, да? Потому что не все делается за... даже то, что делается за деньги, если это не честно, скажем так, в плане души, да, в плане подачи от артиста искренности, оно не дойдет все равно. Вот ты слушаешь песню, у тебя бывают мурашки идут, а иногда слушаешь и даже не вникаешь в смысл. Но если... я глубоко верю, поскольку я попала в голос, мне было 28 или 29 лет, и до этого ничего у меня не получалось, я глубоко верю, что если человек талантлив, и он много трудится, и делает свою работу честно, то рано или поздно у него все получится. И деньги тут ни при чем. Когда мне говорят, что, ой, а на голос попасть там стоит 20 тысяч или 30 тысяч евро, там, я говорю, ребят, ну вы что, я вообще вот прям совсем не из той серии, у меня нет богатого мужа, богатого любовника, богатого там папы, я не знаю, нет, я вам говорю, что я заняла третье место в своем сезоне, и ни копейки денег я на это не потратила. Ну может быть так, может. Опять же, есть такая история, что автор, например, отдаст хорошую песню, я глубоко в этом убеждена, хорошую песню знаменитому артисту. А, ну вот это, да, 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 но это логично, да? То есть если ты придешь и скажешь, а у меня есть много денег, он, может быть, он тебе, бывает такой, автор, обращаешься к нему, он тебе дает то, что у него давно на полке уже лежит, А потому что в его интересе, чтобы эта песня тоже вышла куда-то и стала популярной, потому что песня без исполнителя, это очень ни о чем получается. Ну мне кажется, действительно хит, конечно, автору нужно скорее интереснее будет отдать и продать даже большому артисту. Это обеспечит ему ротацией на радио, на концерт. Ну это понятная история. Настя, давай мы снова прервемся ненадолго. Друзья, у нас буквально 3-4 минуточки, и мы вернемся сюда и продолжим. Это телерадиоканал Странно Один на всех странах 10.30 минут, точное московское время, телерадиоканал Странно.ФМ Ну и я, Анастасия Спиридонова, сегодня у нас в гостях, напомню об этом. Настя, доброе утро еще раз. Мы продолжаем говорить и в песне, когда звучат, и Агутин мы хотели послушать, и не получилось, потому что мы в это время говорили сюда, обсуждали всякие музыкальные дела. Слушай, вот история же, о которой мы вначале с тобой говорили. Это, что это за история, когда, не про музыку сейчас, про спорт будем говорить, история с керлингом. С керлингом. Это где, когда, зачем, при каких условиях, почему вообще все это произошло? Ох, да, совсем недавно. И почему об этом говорят? Возник, я думаю, что скоро все поймут, почему говорят, потому что скоро на телевидении, скажем так, будет кое-что связанное с керлингом. Эта вот история, я предполагаю, для секрета пока нельзя рассказывать еще. Это какой-то новый проект, да? Да, но это жутко интересно. Мне совсем недавно довелось вот в связи с моей работой, а это очень, вот прям я обожаю эти прелести моей работы, потому что я могу побывать в каких-то странах, в которых я никогда не побывала бы, наверное, сама, и могу заняться какими-то вещами, которые вот тоже бы поэкспериментировать и что-то новое бы попробовать. То есть там и в БТРе, значит, побывать, да, поездить внутри, и вот в керлинг сыграть. И это, слушайте, это интересно. И если честно, я так загорелась, я уже начала узнавать, это какой-то супердорогой спорт, потому что тренировка одна выходит там что-то около 10 тысяч рублей. Это очень дорого, мне кажется. Ну, конечно, я уже думаю, все, это будет, я страдаю от того, что у меня нет хобби. Это моя личная проблема, я хотела бы иметь какое-то хобби, но меня это как-то не увлекает. Слушай, ну у тебя же музыка, это и профессия, и зарабатывание, и хобби, и жизнь вообще вся. Ну, это, да, это там любимое дело, которое приносят деньги, например, да, там, и... Ну, а хобби нет. Я пришла на тренировку, это холодно, но это жутко интересно. И, знаете, когда у тебя получается, тебе это нравится. Вот у меня стало получаться. Я просто со второй тренировки уже, у меня все камни идут в дом, я уже могу выбивать другие. Это такая серьезная физическая нагрузка, потому что, несмотря на то, что довольно-таки прохладно... Вот я тебе об этом хотел спросить. Не кажется ли тебе, что, ну, при всем уважении, конечно, как к виду спорта, это слишком какой-то такой медленный и ненапряжный спорта? Так кажется странной, когда ты видишь это с экрана все. Во-первых, когда ты работаешь щеткой, ну, это такое активное занятие. А, ну, окей, щетка вот исключение, да, да, да. А потом дело в том, что камень, он тяжелый. И для того, чтобы его как следует толкнуть, требуется немало сил и растяжка. Потому что, ну, прям непросто. Если ты не гибкий, нужно держать равновесие, потому что ты скользишь на одной ноге. Там надевается специальная такая, как шлепка скользкая на одну ногу. Когда ты отталкиваешься, чтобы толкнуть камень, ты скользишь на одной ноге в приседе, в глубоком приседе, на одной ноге. А вторая нога касается льда, которая задняя, она касается льда только носком. Ну, короче говоря, физически это не так просто, как кажется со стороны. Физически это не просто, потому что с первых, первые разы были, ну, это были падения. Слушай, ну, в итоге все-таки, смотри, вот эта история, в которой, как мы видим, мы же приоткрыли сейчас занавес чуть-чуть, да, совсем. Это, значит, будет какая-то, это будет по телевизору, да, на одном из каналов, на центральных каналах, да, так. Еще больше узнаем. И ты там принимаешь участие в числе других игроков, о которых тоже известные люди, артисты, музыканты, да. Да, но что мне хочется сказать, поскольку я никогда не пробовала этот вид спорта, я могу вот просто всем слушателям и друзьям советовать. То есть бывает такое, как я узнала, есть керлинг-центр в Москве, можно прийти к компании и поиграть, то есть на компанию это все выходит прям нормально. С инструктором, который вам объяснит правила, это очень весело. И это спорт, это весело, и это очень интересно. Если вы не знаете, как занять свой досуг, то это вот прям прикольное и очень необычное времяпрепровождение. Слушай, и стопудово для большинства это будет такая тема, которую еще никогда в жизни не пробовали. Да, да, это очень интересно. Потому что, ну да, никто этим не занимался практически. Просто вот идея для вот какого-то, не знаю, ну не свидания, но дружеской встречи. Слушай, Настя, ну это спортивная история. Все-таки если возвратиться к творческим историям, к музыкальным, да, историям, опять же, вот голос, триаккорд. Если бы тебе сейчас предложили поучаствовать в еще каком-нибудь конкурсе, может быть, более грандиозном, хотя уже куда, казалось бы, вот ты бы сейчас вот такая, как ты есть, Анастасия Спиридонова, 2019 года, ты бы пошла участвовать? Конечно. Или бы сказала, ребята, ну сколько можно уже, ну все же, я про неинтересно мне это все. Вообще вот это все, вот эти участие в различных проектах, это движуха, это знакомство, это творчество, это весело. И иногда это трудно, потому что там некоторые съемки, например, в трех аккордах, у нас были выпуски, которые там, например, в 6 утра я записывала номер, уже почти сутки находясь, ну вот в студии. Это сутки в 6 утра, но мне кажется, человек находится в состоянии, когда ты уже просто не понимаешь, что происходит вокруг. И ты обязана отработать на 100%. И вот эти трудности и преодоление своего организма и в психологическом плане, и в физическом, для меня это вот прям кайф. Вот я это люблю, потому что жизнь не должна быть простой, мы должны, что-то должно быть для нас, вот какие-то вот препятствия. И для меня проекты это вот интересно, но при этом я преодолеваю в какой-то степени себя. А у тебя вот в такие, вот знаешь, проще говорить, вот артисты есть, которые выходят на сцену, они говорят, у меня температура там под 40, но вышел, отработал, как будто бы ничего. Спустился со сцены, ну и все, и опять заболел, да, мягко говоря. Очень бывает такое? У меня был один случай, я, по-моему, вот так мало кто о нем знает. Настя, вот слушай, это эксклюзив, я чувствую, какая-то очень интересная штука, да? Сейчас у нас премьера песни, о которой мы говорили, она называется «За любовь». Давайте ее мы прямо сейчас послушаем. С удовольствием. А после этого мы вернемся, обсудим ее, и вот тут удивительный случай, о котором ты хотела рассказать, окей? Все, договорились. Итак, прямо сейчас, друзья, Анастасия Спиридонова, песня «За любовь», как мы называем обычно, мировая премьера. Да. Мировая премьера здесь. И Настя сегодня здесь у нас в гостях. Будет ночь без тебя длинной, Холода упадут лавиной, Унесут нас с тобой к пустынным берегам. Без тебя мне дышать нечем, И к тебе сквозь разлуки вечность, Я готова идти навстречу По снегам. То по пламени, то по льду, За любовью своей иду. За любовь, Я все отдам лишь за любовь, За тебя молиться и просить буду. За мечту я все дороги обойду, Я тебя, тебя, любовь, найду. Никого нет тебя ближе, Этим миром любовь движет, Поднимая меня все выше, К небесам. На иконы твоих окон Я о счастье молила Бога, Чтобы сердце с тобою только пополам. То по пламени, то по льду, За любовью своей иду. За любовь, Я все отдам лишь за любовь, За тебя молиться и просить буду. За мечту я все дороги обойду, Я тебя, тебя, любовь, найду. То по пламени, то по льду, За любовью своей иду. За любовь, я все отдам лишь за любовь, За тебя молиться и просить буду. За мечту я все дороги обойду, Я тебя, тебя, любовь, найду. За любовь, я все отдам лишь за любовь, За тебя молиться и просить буду. За мечту я все дороги обойду, Я тебя, тебя, любовь, найду. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Первый и единственный в России. 742 канал Триколор ТВ. 89,9 ФМ в Москве. 102,0 ФМ в Санкт-Петербурге. В телевизионных и мобильных приложениях. Подробности на сайте страна.фм. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Все верно, друзья. Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ». 10.41 в Москве. Анастасия Спиридон у нас сегодня в гостях. Настя, еще раз доброе утро. Доброе утро. Пользуясь случаем, хочу тебя поздравить с выходом новой замечательной песни, которую мы только что послушали. И мы ждем клипа. Спасибо. Его надо обязательно снимать. Планируем, да. И приносить к нам. Есть такие планы. Ну, конечно, куда еще? Тогда мы не только посмотрим, но и послушаем. Слушай, история вот та, которую мы начали по поводу артистов, которые, да, ну, немножечко, вот, может быть, переутомились, и, не дай бог, заболели. И вот они совершенно шикарно делают свое дело на сцене и не чувствуют, да, каких-то отрицательных моментов. У меня был случай такой. У меня был случай такой, в октябре позапрошлого года у меня был большой сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце на основной сцене, и концерт был мой первый такой прям большой, масштабный, Кремль. И программа была, по-моему, там больше двух часов я отработала вообще без перерыва. Учитывая мой репертуар, непростой вокально, в общем-то, подвыдохлась я под конец, вот, и в какой-то момент это была не последняя песня, но уже близко к концу. В какой-то момент я поняла, что я начинаю задыхаться, и была активная песня, ну, я танцевала, была активная песня, и, в общем, у меня в один миг просто сводит половину тела. Гошмар. Болью. Я нигде этого не рассказывала. Это я, значит, стою на сцене и думаю, что же делать мне, потому что я не могу вдохнуть, у меня вот весь бок и спина, вот половина тела вот просто сковывает болью сильно, какой-то, видимо, был спазм. Не знаю чего, и до сих пор я как-то не стала в этом разбираться. А ты в это время поешь, ты на сцене. Я в это время пою, причем активная песня, и я останавливаюсь и понимаю, что я не могу дышать, мне уже, ну, вот, прям вот, и я сейчас вот не могу идти, потому что у меня сильно вот, как сердце колет, вот, знаете, бывает такое, ты не можешь с этим ничего поделать, вот, ну, все, ты не можешь вдохнуть. А тут вот половина тела, спазм, я не понимаю, что делать, я уже начинаю думать, так, интересно, если я сейчас упаду на сцене, значит, что же будет делать, как люди будут расходиться, я уже себе представляю. Потом я, значит, думаю, а что делают в этот момент люди, артисты, да, может быть, нужно уйти, а как тогда вот не закончить, я не понимаю. И в этот момент, я не знаю, по какой магии, это для меня это абсолютно волшебство, я считаю, что это обмен энергии. В этот момент, несмотря на то, что песня не являлась какой-то там грандиозной, зал начинает вставать. Весь зал начинает вставать, вот люди вот с первых, вот так вот, и вот просто они встают и хлопают. Почему-то. Ну, они поняли, что с тобой, что этого не было заметно, да? Нет. И я, я сейчас рассказываю, у меня мурашки вот это. Я вижу, кстати, да. Я понимаю, я в этот момент, ну, это мой первый такой большой концерт, я понимаю, что поднять Кремль, это, ну, не каждому артисту дано. И тут я понимаю, что просто люди начинают сами вставать, хлопать, и у меня начинает от шока, от этого, я вот так вот стою, я не верю, у меня слезы начинаются. И я забываю вообще про то, что происходит с моим организмом. И боль реально уходит. Я не знаю, что это была за магия, потому что вот от того, что вот люди вот так вот, вот так вот все поднялись, и на меня нахлынула такая энергия, что вот это просто вот как будто вот со мной вот меня вот полечил зал, вот клянусь, это было что-то, это какое-то волшебство. Такого вот прям вот взаимообмена с залом, ну, пожалуй, это вот прям самый сильный был за всю мою артистическую деятельность, и это было круто, это реально, вот я теперь там задумываюсь о потоке энергии, да, что ты отдаешь, когда точно я знаю, что если ты отдаешь что-то на сцене, то тебе это вернется. Вот прям сто процентов, потому что вся боль ушла. И вот эта усталость, которая там два часа без перерыва на сцене, ее, ну, как бы вообще... Скажи, пожалуйста, Настя, а можно верить артистам, которые говорят, я 150 лет на сцене, ну, или там два месяца? Не важно, да, совершенно, я перед выходом вообще не волнуюсь, вот как утром зубы чистить, мы же не волнуемся, так и ием в ванную, ну, то же самое практически. Да, и обмен энергии, там уже, когда концерт начинается, это другая история, это другие эмоции, но именно перед выходом, вот мне кажется, все равно любое, даже самый профессиональный, самый опытный человек, который волнует, ну, может быть, это там не волнение, как-то какой-то легкий мандраж, да, может быть, там... Ну, да, мандраж, ну, конечно, я, честно, я понимаю, когда говорят, что не волнуюсь, потому что со мной такое бывает. В основном всегда я очень нервничаю, я могу задыхаться, я всегда, например, там в государственном кремлевском дворце обычно приглашаю тебя за песню, за две, за кулисы, я иду за пять, потому что там есть за сценой большая площадка, я там хожу, одна, ни с кем не разговариваю. А вот, кстати, у нас минуты буквально стоят, у тебя есть ритуал перед выступлением, вот что ты делаешь? Вот я остаюсь одна, я хожу, я думаю о песне, что она значит, что я хочу выразить, как я отношусь к этой ситуации, которая находится, и мне обязательно нужно уединиться, то есть я ухожу, я говорю, меня никто не трогайте, и потом там за полпесни я иду уже в кулису, и беру микрофон, и за ту же сцена. Настя, слушай, у нас 20 секунд осталось, представляешь? Я тебя хотел спросить о мюзикле еще. О мюзикле. Это в следующий раз теперь. Да. Давай договоримся, потому что сегодня уже просто не спеваем. Но я хочу сказать просто, что бывают такие периоды, когда ты не волнуешься, и в этот момент я хочу бросить петь, потому что мне кажется, что если ты не волнуешься, так не должно быть, то это уже ремесленничество. Поэтому, когда это волнение, значит, все идет по-настоящему. Настя, спасибо тебе огромное, спасибо. Еще раз с песней, с премьерой. Приходи к нам, друзья. Анастасия Спиридонова была у нас в гостях. Ну и я с вами тоже на этом прощаюсь. Вернусь к вам завтра в 7 часов утра. Всем пока. Влад Кутузов. До завтра.